В ТНС «Энерго Великий Новгород» сегодня разъяснили новый порядок начисления платы за свет. В квитанциях, к удивлению жителей, появилась графа «рекомендованный платеж». Фактически аванс, который коммунальщики предлагают плюсовать к сумме за потребленные киловатты. Арина Аксенова пошла дальше и выяснила, как потом вернуть переплату, если перечислить ТНС несколько таких авансовых платежей. Новгородцы взбудоражены. В новых квитанциях за электроэнергию к основной сумме приплюсована еще одна. Мелкий шрифт гласит «рекомендуемый платеж». Рекомендуемый платеж – это платеж за текущий месяц. Он не обязателен к оплате. Обязательный платеж – это тот, который указан в графе «к оплате» и который относится к потреблению электроэнергии предыдущего периода. Рекомендуемый платеж рассчитывается исходя из среднего объема потребления за предыдущий период или норматива в случае отсутствия прибора учета. Другими словами, обязательный платеж – это то, что вы сейчас должны за февраль, а рекомендуемый – это то, что вы будете должны за март, по прогнозам ТНС «Энерго». Его рекомендуют внести заранее, чтобы, как гласит агитка на сайте компании, не забыть заплатить за свет в будничной суете и застраховать себя от появления долга. Еще раз, платить его не обязательно и можно вычеркнуть из квитанции при оплате. Что же мешает внести произвольную сумму аванса, как многие делали раньше, мы тоже поинтересовались. Поскольку часто получается так, что потребитель некорректно просчитывает, допустим, некорректно умножает на указанный тариф, применяет неправильный тариф, платежный агент, который принимает, не понимает, что нужно внести с точки зрения объема показаний. Соответственно, мы автоматизировали этот процесс. В общем, ТНС «Энерго» заботится о вас. Правда, многие уже заметили, что рекомендуемый платеж превышает фактические расходы. К тому же его не вычеркивает система автоплатежей различных банков. В итоге, после нескольких месяцев может набежать переплата. Впрочем, переплатить можно и по другим причинам. Например, если вы не предоставили данные счетчика. И расчет был сделан по среднему значению за последние шесть месяцев. Я тоже оказалась в числе невнимательных граждан. И у меня образовалась переплата почти в 4000 рублей. Оказалось, что вернуть ее можно, но все не так просто. Пришлось пару недель переписываться с ТНС «Энерго», предоставить внушительный пакет документов и фотографию моего электросчетчика. Теперь мне остается ждать положительного, надеюсь, решения и зачисления денег на счет. Все эти манипуляции я проделала через личный кабинет на сайте поставщика электроэнергии. А тем, кто с интернетом на «вы», вероятно, придется совершить не одно посещение офиса ТНС, а также банка. И если ваш телефон не умеет фотографировать, тоже неясно, как быть. Поэтому еще раз напоминаем, внимательно читайте мелкий шрифт и выбирайте тот способ оплаты, который вам подходит, чтобы потом два раза не бегать. Арина Аксенова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение.